Этих гордых, нелюдимых и красивых птиц орнитологи называют небесными истребителями, змеиными орлами или корчунами. За свою жизнь змеи-яд может съесть более тысячи змей. Хищные пернаты вырастают около 70 сантиметров, а масса тела едва достигает двух килограммов. При этом размах крыльев достигает почти двух метров. Оперение самцов и самок не отличается по расцветке, но самки крупнее. У них великолепное зрение, видят с очень большой высоты. При этом, когда змеи-яды пикируют, чтобы схватить добычу, они могут достигнуть скорости в 100 километров в час. Змеи-яды обычно обитают в лесистых частях, то есть даже гнезда они делают обычно на высоких соснах. У них бывает гнездо на высоте от 15 до 25 метров и выше. Почему, собственно, их не так много? Это из-за специфичного достаточно питания. То есть взрослые особи, основу их питания составляют змеи, как это следует из названия. Помимо змей, они еще могут питаться ящерицами, иногда могут поедать и мышевидных грызунов. То есть это вполне доступно. Но причем птенцов они в основном выкармливают только змеями и в принципе в природе. Кто их видит из орнитологов, то есть в основном, когда они очень высоко летят. Характерной чертой их является в период выкармливания птенцов то, что изо рта у птицы торчит змея. Естественных врагов у змеи-ядов нет. По крайней мере, о них ничего не известно орнитологам. Это крупные птицы, способные постоять за себя. Кроме того, для гнезд они выбирают высокие деревья, куда трудно забраться хищникам. Поэтому единственную угрозу для этих пернатых представляют люди. Змеи-яд относятся к исчезающему виду и охота на него запрещена. Змеи-яды всего-навсего откладывают одно или два яйца. Причем после вылупления первого, второе они высиживать перестают. То есть возможно воспитание только одного птенца. И так как это все-таки дикое животное, у диких животных очень много бед случается в их жизни. И конечно же не факт, что этот один единственный птенец даже выживет. Гнездо змеи-яд вьет максимально высоко и на большом удалении от ствола дерева, чтобы иметь более удобный подлет к нему. При этом жилище строится совсем небольшое, так что крупная особь там едва помещается. Первые два месяца птенца подкармливают родители, а после этого возраста он начинает сам летать. Родительский дом птенцы покидают в восьмимесячном возрасте, ищут пару и создают свою новую семью.